Шалом православные, витаю католики, на Таухату, дорогие соотечественники. Третья мировая война прошла так быстро, что в Украину вернулся Ренат Ахметов. Не куда-нибудь, а в Мариуполь. Но давайте обо всем по порядку. То, что произошло за эти дни и как у нас отменили войну 16 февраля. Вместо нее назначен День Единения. Это праздник, День Единения украинцев, чем мы и от всей души поздравляем украинцев. После заседания СНБО, как обычно, вышел Данилов и шесть сказал. В данном случае он сказал, что не видит предпосылок для вторжения Российской Федерации 16 или 17 февраля. 16 не произошло, 18 еще не закончилось. Но пока все еще мы этого не видим. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что возле границы с Украиной нет ни одной наступательной группировки РФ. Верховная Рада поддержала проект постановления о непризнании Украины, так называемых ЛНР и ДНР. Что, собственно говоря, все эти заявления значат? Это значит, что первая серия сериала «Российское вторжение. Третья мировая война» закончилась на самом интересном месте. Официальное признание России так званых ЛНР и ДНР, о чем, собственно, обратилась Госдума к Путину, Путин принял к сведению и на этом снова пауза. Ну вот тут пошли финальные титры и, соответственно, можно делать выводы по тому, что же произошло в первой серии и чем это закончилось для всех ее фигурантов. Итак, Россия. Куча денег в песок. В Песково. И в дядю Вову, которым нужно было как-то привлечь внимание мира, подышать в микрофон и сделать видимость того, что они еще очень серьезные и крутые пацаны. В целом у них это получилось. Вопрос, стоила ли игра свеч. Украина. Украина получила, естественно, усиление ее субъектности. Украину накачали оружием. Очередной национальный подъем и понимание украинцев, что никто бежать не собирается, что говорит о том, что украинцы не побежали за гречкой, а побежали за боеприпасами, которые пропали в магазине. Ну и, ну немножечко, да, отток инвестиций. Но это бывает. Бывает, когда кто-то с Востока пытается сильно расшатать ситуацию и заставить всех бояться. Европа. Европа попыталась использовать данную ситуацию не только в плане помощи Украины, но и некоторые политики, естественно, как это всегда бывает, попытались за счет этого поднять свои политические рейтинги. Поэтому все куда-то катались, что-то заявляли, приезжали, как-то отчитывались. И в целом, граждане, это не хорошо и не плохо, потому что, естественно, соседняя страна, на которую определенным образом оказывает влияние страна, которая находится на грани военных действий, должна как-то реагировать. Но реагировать она должна, когда мы говорим о политиках, с учетом отношения этих политиков-избирателей. Вот, собственно, так это все и происходило. Сначала выясняется общественное мнение, потом делаются заявления. И в этом смысле понятна позиция Германии, в которой очень сильно электорат не хочет, чтобы Германия возвращалась к торговле оружием. Там все еще на законодательном уровне. Это невозможно. Хотя в целом, если Германия захочет, то тоже поучаствует. Не очень, наверное, повезло только тем политикам, которые попытались встать на сторону России. США. США получила победу дипломатии Байдена, естественно. И за счет такого достаточно серьезного нагнетания в американской прессе и у американских флагманов телевидения, ситуация с тем, что военное вторжение сегодня в час ночи не произошло, зря я как дура у окна стояла. Та часть американского общества, которое интересуется геополитикой, а не только тем, что происходит у них внутри страны, будет аплодировать Байдену стоя. Чей и т.д. Что и требовалось доказать. Беларусь. Хуже всего в этой ситуации, как мне кажется. Пришлось даже не России, а Беларуси. Потому что не являясь по факту субъектом всей этой большой геополитической игры, Беларусь получила А. Очередное унижение со стороны мирового сообщества, как от страна, по территории которой могут туда-сюда болтаться любые войска. Б. Дополнительные санкции, те, которые заработают в ближайшее время и которые она еще получит. В. Украина приостанавливает транзит белорусских калийных удобрений в страны Европы и СНГ. Об этом сообщает Радио Свобода. С завтрашнего дня Укрзалезница останавливает транзит продукции белорусской калийной компании в направлении Словакии, Венгрии, Польши, Австрии, Чехии, Румынии, стран Балтии и СНГ. Запрет на перемещение белорусских калийных удобрений вводится бессрочно. Черт, года не прошло. Итак, Литва закрыла, Украина закрыла. И это на самом деле очень серьезный удар по экспорту Беларуси. Только-только собрались через Николаев, Одессу, в Индию. Правда, в этой бочке меда есть одна ложка дегтя, что, конечно же, как всегда, существуют некоторые обходные пути. Но когда эти обходные пути уже опубликованы, насколько я правильно путаю, на Радио Свобода, то, собственно, и бороться с ними уже будет в разы проще. А в Брюсселе состоится конференция глав Министерства обороны стран НАТО. Берлинская газета The Welt сообщает, что на ней будет принят наступательный план, который полностью перечеркивает инициативу Москвы по свертыванию деятельности НАТО в бывших социалистических странах. Численность контингента немецкого бундесфера в Литве увеличится на 350 человек. От 1000 до 1200 солдат будут находиться на постоянной основе под руководством Франции и Румынии. Солдаты НАТО будут расквартированы также в Венгрии, Словакии и Болгарии. А Испания отправит военные корабли и самолеты в Болгарию. Ну что, Россия получила по носу щелчок не только от НАТО и Америки, но еще и от Брюсселя. Очередное «Отползай в оба» в этом месте прозвучит очень логично. Итак, как я уже сказала, первая серия Третьей мировой войны закончилась на, по крайней мере, видимости отползания России, как минимум. И на том, что в воздухе повис вопрос в официальном признании России так называемых ЛНР и ДНР. А теперь трейлер следующей серии у Фридмана. Ну, вот прям очень точненько, поэтому передам цитаты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг утверждает, что в Альянсе не видят отвода российских войск от границы Украины и будут дальше обличать агрессивные планы Москвы, дабы осложнить ей какие-либо враждебные действия против Украины. Информационное противостояние, в котором США и другие западные страны считают себя на данный момент победителями, таким образом продолжится. То есть в следующей серии у нас будет продолжение нагнетания. Тем более, что премьер Польши Матеуш Муравецкий формирует рабочую группу для подготовки к приему беженцев из Украины. А в Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашенные республики Донбасса. Посмотрите, новостей в целом в мире настолько нет, что в центре внимания исключительно Украина. А что там у нас с вами на родине? Белорусский партизан сообщил, что под деревней Храпково в Хоинском районе Гомельской области недалеко от расположенной военной части нашли замерзших пьяных российских солдат. Важно понимать, что такое вот эти вот все учения, на которых просто пилятся бабки, тратятся тонны солярки, гоняется военная техника туда-сюда, чтобы, так сказать, чем-то занимать военных вне военного времени, чтобы они меньше пили и больше двигались. Как только они на них пребывают, ничего не меняется. Продавая ведро солярки за 18 рублей, российские оккупанты тут же отовариваются в местных сельпо для того, чтобы весело провести время. И то, что на таких учениях натовские солдаты действительно отрабатывают методы нападения обороны, а восточные, причем что наши, что российские, в основном бухают, это знают не только лишь все. Ну, потому что очень сложно сначала долго красить траву и ждать, пока генерал приедет, подметая плац и отрабатывая строевой шаг, а потом вдруг резко стать самой страшной армией в мире. Я все время говорю, не нагнетаем, но оставляем вот этот вот зазор между неадекватным поведением тех людей, которые сидят в бункере и очень давно уже оторвались от реальной жизни. Но надеемся на разум, на то, что в 21 веке все-таки рулит экономика и на то, что разум когда-нибудь победит. Включаем разум тех людей, которые сегодня все-таки еще имеют влияние, в том числе на ситуацию в Ебать-Костане. Ухудшилось состояние Владимира Мацкевича. Вы помните, он уже перешел на сухую голодовку. И я очень надеюсь, что эта история с голодовкой закончится все-таки тем, что каким-то образом либо хунта пойдет на хотя бы частично требование Владимира, либо все-таки он ее прекратит. Я ни к чему не буду призывать ни Владимира Мацкевича, ни его сторонников. Я скорее призову тех, от кого зависит принятие решения. Вот смотрите, вы посадили в тюрьму философа. Вам не нравится, что он говорит и делает, вы считаете его врагом? Окей. Знаете, чем отличается философ от политика? Он максимально центричен. И в будущем такие люди, как Мацкевич, будут полезны для примирения белорусов. И пропасть, которая между нами, между сегодняшним старым и новым миром, возможно, сокращаться будет только за счет них. За счет взвешенного отношения к тому, что между нами произошло. Таких людей в стране нельзя терять. Министр очень странных дел Маккей заявил, что ни одного военнослужащего Российской Федерации и ни одной единицы техники не останется на территории Белоруссии после проведения учений с Россией. Очередное ерзанье на горящей сковородке, которая не остывает со временем, чтобы не пытался делать уже нелегитимный режим и его представители, а только накаляется. И вряд ли эта ситуация поменяется до момента, когда наконец-таки в Беларуси сменится власть. Еще одна хорошая новость. Официально Минск не получит 3,5 миллиарда долларов, запрошенные у Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом сообщает дочь Вели Беларусь со ссылкой на Reuters. В то же время российский министр финансов Атон Силанов заявил, что возможности выдать такую сумму у фонда нет. Нет, понимаете? Это вот когда вы хотите кому-то отказать, вот приходит к вам какой-то ваш друг и просит денег. А вы не можете сказать «не дам». Вы говорите «у меня ремонт». Самому мало. Засекречены списки членов избирательных комиссий на референдуме, что говорит о том, что без этого белорусы, те, которые со стороны ебать Кастана по доброй воле, либо по принуждению, достаточно осторожно соглашаются на сотрудничество с режимом. И это не может не радовать. Потому что страх, который присутствует в глазах людей, будет виден даже под балаклавами. А вы представляете, если члены избирательных комиссий будут сидеть под балаклавами? Ну, в смысле, в балаклавах. Вот будет весело. Со стороны иногда может показаться, что белорусы окончательно смирились с ситуацией внутри страны под огромным давлением репрессий и под невозможностью что-либо делать публично. Я просто хочу вам напомнить, что сложнее всего кунти бороться с массовостью. Сложнее всего кунти бороться, когда мы все вместе. Когда невозможно выдернуть организаторов, найти их. Когда невозможно снайперским выстрелом снять того, кто ведет за собой толпу, и толпа растеряется. И в этом смысле я всегда говорю, что наш с вами коллективный разум, наше с вами понимание того, как работают цифровые технологии в 21 веке, а держит верх над вот этими фоксимильными людьми докладных записок и бумажек. Нам просто нужно грамотно это использовать. И поэтому напоминаю, 27-го у нас с вами референдум. Мы должны использовать эту возможность, чтобы опять собраться вместе. Мы победим, граждане. Живе Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова